И всем привет, ребят, с Мистер Байк, и с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору одного корпуса, который на сегодняшний момент времени испытывает определенные трудности и не работает корректно. Сегодня покажем эту работу и разберем, и акцентируем на этом внимание, чтобы уже в ближайшее время эта проблема была решена, потому что на сегодняшний момент времени очень часто я это вижу и с этим сталкиваюсь. Сегодня мы будем говорить о корпусе ARES и о том, что его овердрайв на сегодняшний день очень часто багует и не работает правильно и стабильно. Если вам подобного рода видосы нравятся, где мы обозреваем проблемы нашей игры, то обязательно поддержьте данный видос лайком, также подписывайтесь на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше, который уже у нас обновлен на 20 тысяч танкойнов и на 3 миллиона кристаллов. Для этого в настройках игры в аккаунте кустонатим личный такт и тактим пэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня мы скатаем, я думаю, что обычную дефолтную матчмейкинговую катку. Наша задача просто попрожимать овердрайвы, потому что то, что я видел в последнее время, до своего отъезда и после возвращения, у нас ситуация абсолютно не поменялась. Очень часто шар багует, либо происходит какая-то ошибка, и он либо вообще не наносит урон по противнику, либо же урон идет с какой-то нереально большой дистанции, да, то есть начинается это все дело. Иногда бывают шары летят и стабильные, но я более чем уверен, что сейчас мы скатаем матчмейкинговую катку, и из определенного количества у нас точно будут шары не с правильной работой. И я очень сильно надеюсь на то, что орех это все дело уже в ближайшее время пофиксит и эту проблему решит. Потому что я, ну не знаю, мне кажется устал уже видеть то, как шары просто летят с какой-то непонятной, даже не то, что траекторией, да, то есть они летят по определенной траектории, но без либо наноски урона, либо с какой-то нереальной дистанции наноски урона. Закидывает меня на шикарнейшую карту для реализации грамма на дальности, поэтому мы попробуем его как раз таки здесь сразу же и одеть, и также дополнительно под грамма на дальность у нас по идее в рамках этого боя должны быть быстрые овердрайва ареса. То, что нам как раз таки и нужно. Главное, чтобы нас здесь особо сильно не контрили, ну а мы наносили наш замечательный урончик. Полторушка в голову залетает по хопперу, ой по хопперу, по харьку, но меня здесь пока что еще быстро принимают. Там надо как-то открыться здесь с левой позиции, ну и надеяться на то, что под нас еще и противник будет здесь играть, потому что если противник под нас открываться не будет, то особо большого количества урона мы здесь наносить не сможем. Ну а наша задача это и чтобы наноска урона была большая, и чтобы у нас быстрее овердрайвы появлялись, а чтобы овердрайвы как раз таки быстрее появлялись, нам и надо стараться как можно больше урона в оппонентов вкидывать. Так, но пока что у нас как-то, если честно, здесь особо сильно по урону не залетает. Огромная дальность, что-то как-то не сказал бы, что мегаэффективно работает, да и противник как-то особо не пикает под нас, чтобы мы постоянно по нему урон накидывали. Ну либо противники просто находятся как раз таки с резистами. Ну а на маленькой дистанции тут, конечно, уже реализации как таковой большой нет. Так, рельса здесь появляется, рельса Гаусс, давайте подумаем, какой мы резист можем здесь вообще интересный взять. 1100 у нас залетает по бездашному. Рельса Гаусс, страйкер оставлю я, там страйкер какой-то опасный. Сверху у нас стоит. Так, ну и пробуем накапливать наш овердрайв, потому что пока что что-то как-то по овердрайве у нас беда. Как-то у нас по оудишкам прям бедишка. Еще 100 залетает. Наш вот огромная дальность прям вообще мусорный какой-то стал. Я даже немножко удивлен от того, как мало урона он наносит. Рельса еще здесь. Он сразу же хочет законтрить. Так, ну нам надо овердрайв, овердрайв, ребяточки. Нам надо оудишки. Оудишки, оудишки, оудишки. 92% у нас есть. Будем пробовать давать сверху овердрайв через всю базу противника. Чтобы заодно посмотреть зацепку, да. Потому что я точно знаю, что у нас точно овердрайв работает с зацепом под такой высотой. То есть у нас вот, если такая высота идет по дефу, это высота 100% должна цеплять всех оппонентов, которые находятся в поле зрения. О-о-о, видите? Видите, что происходит? Дистанция какая была и с какой дистанции начал работать овердрайв. То есть там дистанция явно была не та, которая нужна. То есть сначала ареса шар не регает урон, от слова совсем, вообще. А потом с дистанции большей он начинает наносить урон. То есть я не знаю, что там сбилось с механикой шарика. Но при нормальных реалиях он так работать не должен. Ты должен регать сразу урон, как только ты достигаешь примерной дистанции с оппонентом. То есть у тебя от шарика должен идти как раз таки луч. Да, с дистанцией там во сколько? В 10 вроде как метров или сколько там было. Да. А сейчас получается, что у тебя на средней дистанции шар вовсе не наносит никакой дамаг по противнику. И бывает вообще от слова совсем не регает. А бывает, что он потом с большей дистанции начинает наносить этот урон. То есть у нас полностью сбилась правильная механика работы этого шарика. И, ну это, я бы сказал, проблема, которую надо решить. Которую надо решить. Я не знаю, что это, баг, не баг. Но ошибка, которая должна быть решена. И при том, что эта ошибка уже на протяжении довольно длительного периода времени, если честно, в нашей игре. Так, противники начинают кучковаться здесь снизу. Урона я бы не сказал, что там, конечно, много залетает по ним, по цифрам. Ну, чуть-чуть накидочку плотненькую даем. Так. Гаус. Все напрягает сверху. Очень сильно. Эти вот все игроки, которые под стенками так стоят и накидывают. Это, конечно, максимально неприятная вещь. 150 очков у меня на громе на дальность. Если бы мне кто-то сказал год назад, то что у меня на громе на дальность на такой карте будет 150 очков за больше, чем половину боя. Я бы, честно, не поверил бы никогда. Я бы никогда не поверил. Офигеть, что я взял здесь? Просто что я взял? Взял, называется, пушку для более быстрого получения овердрайва. Проверяйте. Получаю супербыстрый овердрайв. Просто шикарно. 185 очков у нас за больше половины боя. Да, это, конечно, очень жестко. Так, ну, 92% овердрайва есть. Мы будем давать следующий овердрайв так же сам через верх с полной зацепкой. И будем смотреть, как это дело будет работать. Там будет работать эта зацепка вообще, в принципе. Гаус. Опять успевает. Мне тут дать тык. Не успел я переезжаться по расходке и забрать аптечку сверху. Так, у меня появляется овердрайв. Ну, вот и проверяем. Делаем проверку. У нас как раз вот снизу стоит танк, под который должна быть зацепочка. Зацепка есть? Зацепка есть. Зацепка есть. То есть есть овердрайва, которые... Во! Что это за дистанция была сейчас? Что там была за дистанция такая непонятная? То есть, иногда вообще, ну, непонятно вообще по какой дисте работает это все дело. Иногда работает по нормальной и стабильной. Иногда работает вообще по непонятной. То есть, и с чем это связано, вообще непонятно тоже. Да, но надеюсь, что Орех посмотрит параметры и решит этот вопрос по-быстренькому. Потому что для меня вообще корпус Орес. И, ладно, окей, матчмейкинг, да. Но если такие проблемы у нас встречаются в рамках именно киберспортивных сражений. Вот вы представьте, да, вы даете выстрел. Вернее, не выстрел, а вы даете овердрайв, да. Который должен, по идее, там, например, подлечить вашего тиммейта. Либо должен уничтожить противника. Должен грамотно сыграть. А по итогу, вместо этого, вы просто получаете какой-то багованный шар. Который не наносит от слова совсем урон по противнику. Но это же просто жесть. Это же просто сразу жесть и сразу лютая, жесткая дизмораль. Поэтому я надеюсь, что эту проблему как раз-таки Орех сможет быстро пофиксить. Так, наносим, пытаемся по викингу. Домашку. Да, конечно, гром на дальность меня очень сильно расстраивает. Я прям в шоке. Кому-то можно было бы здесь записать видос, что это устройство можно просто выкидывать в мусорку. Что, ну, такое количество очков за такой период времени на такой здоровенной карте. Это очень плохой результат. Это прям даже не то, что плохой, это очень плохой результат. Так, еще и вот этот гаусс, который по мне постоянно дает сводки. Он уже начинает немножко выбешивать. 55% овердрайва. Я два овердрайва пустил за... За... Сколько получается? Больше половины боя? То есть у меня за бой будет три овердрайва ареса? Это ужасно плохо. Это прям ужасно плохо. Так, по хантеру пытаемся здесь накидать. По мне вылетает тоже очень много урона. Сколько резов от грома? Шесть резов. Такое ощущение, как будто у каждого резист есть. Там противников довольно много. Да. Наверное, как будто просто по резисту бью и бью, бью и бью по этим резам. Один за другим резист только цепляется. Так, ну вот эта позиция неплохая, если честно. Под жизнь, под реализацию. Та сторона, конечно, для грома пожестче будет. Но по идее на этой стороне у нас должно залетать неплохо. Но исходя из того, что я вижу, все у нас очень и очень грустно. 82% овердрайва просто уезжает. Противник в упор. И я ничего абсолютно сделать ему не могу. Потому что у меня гром на дальность. У меня просто гром на дальность. Это такой просто момент, когда ты ничего не можешь делать. У тебя еще и не к всем кранты. Да, это, конечно, жестко. Так, 95% аудишки у меня уже есть. Будем пробовать сейчас ее реализовывать. Прожмем ее просто по дефолту. Опять через верхнюю зонку с попыткой зацепки. Так, ну и смотрим. Пантера там у нас не цепляет. Противника над цепляет сразу. Противника сверху не цепляет. Противника с базы противника цепляет. Но по итогу я ни одного даже оппонента не слил. Ну ладно, может быть так оно плюс-минус и должно было быть. Но самое проблематичное это работа именно дистанции, дистанции. Ну вот сейчас вот первый, наверное, только был овердрайв прям какой-то такой непонятный. Эти вроде два овердрайва работали плюс-минус так, как надо. И что там нарушилось, ну непонятно. И с чем связано это? То есть иногда же оно работает нормально, а иногда работает неправильно. И в чем проблема? Я сказать даже сам не могу. Но надо, чтобы все это дело проверили и решили. Вопросик. Так, я очень хочу слить этого хорька. Сколько у него вообще килов? Не видно даже. Как у него килов? По очкам. 365. Вот это, конечно, контент удал, ребяточки. Можно сразу смело ставить лайк, если вы хотите, чтобы я вот каждый, каждый видос на матчмейкинге вот такого плотненького контентика давал. Вот просто плотнейшего контента давал. Потому что я считаю, что это контентик просто очень лютый. Когда я набиваю 380 очков за целую катку, я считаю, что это просто... А, у них 381 место. Ну ладно. А, и счет у нас 0-0, да? Никто у нас даже флаги не увез. Ни противник, ни тиммейты. Ничейный результат у нас в рамках этого боя залетает. Грустненько. Грустненько смотреть на такой гром на дальность. Да, у нас получается еще и обзор грома на дальность залетел одновременно. Когда-то я на этом устройстве мог 100 килов дать за бой. Просто сотку вот так вот стоишь и ваншотаешь, пока дай оппонента. А сейчас ты с выстрела вон через всю карту наносишь 1000 урона. 1000 урона через всю карту. Это просто жесть. Настолько печально и грустно. А если еще учитывать тот факт, что я покупал это устройство за 15 тысяч. О, это вообще... Это вдвойне... Вдвойне грустнее. Пишите, что вы думаете по поводу Ореса. Да. Сталклись ли вы с этой проблемой? Давайте попробуем проявить максимальную активность на этот видеоролик. Чтобы Орех обратил на это внимание и постарался решить эту всю ситуацию. Ну и пишите, согласно вообще с моей точки зрения или нет. Ну, либо вы думаете, что все работает нормально. Да. А я тут что-то просто набазарил. А на самом деле Орес. Имбовый корпус. Без никаких проблем. Поддержите видео с лайком. Подписывайтесь на канал. Ну, а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.